МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цифровизация и новые технологии стремительно развиваются. В 2030 году в мире появится 85% новых профессий, которые будут связаны с большими данными, искусственным интеллектом и робототехникой. Инновации и технологии рождают новые отрасли и рабочие места, а глобализация и гикэкономика требуют новых форм занятости и максимального вовлечения уязвимых групп населения в рынок труда. Рынок труда трансформируется. В мире благодаря развитию интернета все более популярен фриланс, удаленная работа с гибким графиком. Для людей с ограниченными физическими возможностями и тех, кто представляет социально уязвимые категории населения, новое веяние дает надежду на светлое будущее. А детище 19-летнего жителя столицы Амира Сулейменова инновационная школа интернет-технологий стала и вовсе спасением. Я основатель инновационной школы интернет-технологий. Мы обучаем интернет-маркетингу, программированию, веб-дизайну. Многие наши курсы не требуют специальных технических знаний. И мы обучаем дистанционно, а людей социально-извимых слоев населения мы предоставляем годные цены, ну а людей с ограниченными возможностями обучаем бесплатно. Амир Сулейменов является экспертом в программировании, прошедшем обучение в передовых международных IT-корпорациях. Он постоянно учится новому, совершенствуется и зарабатывает. Амиру доверяют разработку проектов по всему СНГ. Все это его выбор – жить, работать, развиваться и быть полезным обществу, несмотря ни на что. Я увлекался физикой и математикой, и по пути на международную олимпиаду я попал в аварию. Оказавшись в коляске, я столкнулся, что во многих наших университетах, колледжах не было лифтов, пандусов, и они были неадаптированы для людей с ограниченными возможностями. Я оказался перед выбором остаться на кровати или стать полноценным гражданином, активным членом общества, и я выбрал профессию программиста, которая позволяет работать дистанционно в любой точке мира. В путешествии по революционным центрам я столкнулся с тем, что люди, находящиеся там, имея многие высшие образования, некоторый опыт работы даже, они находятся в депрессии, потому что живут только на пенсию. И я стал их обучать хромом технологиям, показывать возможности. Из этого родилась моя идея. Социальная IT-школа, основанная Амиром Сулейменовым, единственная в СНГ. Школа дает возможность учащимся курсов дистанционно освоить новые навыки, которые позволяют им заработать на хлеб и стать востребованными. Как известно, сегодня в век технологий особенным спросом пользуются IT-специалисты. Именно поэтому когда-то Амир и выбрал для себя программирование и не прогадал. Современность цифровой технологии, программирование очень активно сейчас интегрируется во все сферы. То есть даже программист может те же самые программы для ядерных реакторов, то есть на самом деле сейчас с программированием можно даже реализоваться с многими схожими сферами. То есть, например, можно даже писать программы, которые связаны с анализом музыки, тональности и так далее. И сельское хозяйство сейчас что-то интегрируется, умные поливы происходят, чтобы экономить воду и более эффективно выращивать растения. А вот в коммерческой, например, разработке, когда ты занимаешься, ты по-любому получаешь новые знания и навыки для того, чтобы в той сфере, на которой ты будешь делать продукт, чтобы твое приложение или веб-сайт были качественными и удовлетворялись просто на рынок. Курсы инновационной школы – это краткосрочные профессиональные программы, после завершения которых выпускники, как правило, сразу находят работу. Система работает модульно. Здесь обучают интернет-маркетингу, СММ-менеджменту, программированию, разработке сайтов, разработке мобильных приложений. Курсы длятся в среднем два месяца. А самое главное – пройти их может житель из любой точки Казахстана. Человек, находясь даже в небольшом селе, станции, районном городе, имеет возможность работать, общаться и зарабатывать по всему Казахстану и даже за рубежом. То есть это возможно не только в крупных городах, типа Алматы и Астаны, но и в маленьких. Вот у нас, например, сейчас проходит обучение люди с станции Кулан, Раимбекского района, Тарасской области. Они вот сидят и продают свои вязаные вещи по всему Казахстану. То есть, несмотря на свое местоположение и физическое состояние, он может работать на весь мир. В инновационной школе интернет-технологии преподают пять экспертов, которые имеют большой международный опыт, являются профессионалами и дают качественные знания учащимся. С начала основания обучения здесь прошли 70 человек из социально уязвимых слоев населения. В данной школе при содействии ПРООН и Министерства труда и социальной защиты населения обучаются 50 человек. Из этой категории проект является участником акселерационной программы «Астана Хаб». Главная цель стартапа – помочь улучшить качество жизни людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Для людей с ограниченными возрастами мы их обучаем бесплатно. Для социальных слоев населения и других у нас скидки начинаются от 50% до, может, даже бесплатно, если у человека очень сложное материальное положение, то есть он живет только на пенсию. Мы просто не можем забирать у него последние деньги, поэтому мы таких людей, у которых сложное материальное положение, мы их обучаем бесплатно. Мы им даем возможность, например, у нас мамочки получают возможность, особенно у детей, находясь рядом со своим ребенком, на ЛФК, на других медицинских процедурах, уже сидя на смартфоне зарабатывать, и они получают возможность во время той же процедуры уже заработать деньги и купить своему ребенку витамины, фрукты, одежду. Ботагос Жанузакова – мама троих детей, один из которых солнечный. Все свое время женщина проводит с пятилетней дочерью, которой присутствие мамы необходимо как воздух. Курсы инновационной школы подвернулись ей вовремя. Она постигает азы СММ-менеджмента. Мамочка троих детей, и мать, и дочь у меня, она особенная малышка, что и привело меня сюда. То, что я хотела, это у меня со школы еще хобби мое – это плетение. Я делаю свадебные вечерние прически. Но продвигать через интернет-индустрию сейчас это модно, и нужно развиваться, обучаться, поэтому я здесь. Сферы маркетинга и IT сегодня тесно переплетены между собой. Цифровой интернет-маркетинг обретает все большую популярность, поэтому курсы СММ сегодня как никогда актуальны. Самое главное, и то, что для меня было удобно, и чем меня заинтересовали эти курсы, то, что это удаленно, что я прохожу курсы онлайн, что мне не нужно выезжать, куда-то там ехать, сидеть, опять-таки это же время. Я думаю, что нам, мамочкам, она необходима. В первую очередь, потому что мы заняты детьми, ну и если есть желание дополнительно зарабатывать, то можно всегда научиться, и, ну, может быть, кто-то для себя какую-то новую профессию так же освоит, да, и через интернет развивать. Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народов Казахстана сотрудничает с инновационной школой интернет-технологий на постоянной основе. Между организациями заключен меморандум. С Амира мы познакомились достаточно недавно, но сотрудничество наше уже с ассоциацией, совместно со школой, очень продуктивно. Школа своевременна, очень актуальна. Сейчас идут технологии вперед, и не все знают об интернет-технологиях, не все знают о продвижении в интернете. До сих пор, к сожалению, для нас это темный лес. И поэтому школа Амира активно помогает, это заинтересовало нас. В будущем Амир Сулейменов мечтает выйти на мировой рынок. В планах создание более крупной платформы, также создание мобильного приложения, собственного чат-бота. А стать студентом его школы может каждый. Человек заходит на платформу, регистрируется с ней, потом мы ему даем определенные права доступа, то есть на определенный курс проводятся занятия в режиме онлайн, иногда бывают записанные уроки. Потом он получает в личном кабинете домашние задания, он их загружает, получает оценки, обратную связь от преподавателя. Если что-то не понимает, может записаться на консультацию к преподавателю, задают ему вопрос через чат. Продолжение следует...